Амурская область Слаженная работа. В регионе более чем в два раза сократилась очередь многодетных семей на получение земельных участков. Священный Байкал стал ближе. Коллектив «Тезка» самого большого озера в мире выступил на торжественном закрытии 12-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Ну а теперь подробнее об этих и других темах. 27 ноября в России отмечают День матери. Накануне самого нежного и трогательного праздника пятерым жительницам Преамурья губернатор Василий Орлов вручил почетный знак «Материнская слава». О женщинах, для которых семья и, конечно, их дети стали смыслом всей жизни, материал Юрия Камышного. Мы будем пить чай и непринужденно разговаривать. Перед началом торжественной церемонии мамы, которые приехали со всей области в непринужденной обстановке за чашкой чая поговорили с губернатором области Василием Орловым. Разговор получился интересным и познавательным. У каждой из этих женщин своя судьба, но всех объединяет одно – их большие и счастливые семьи. Я хочу сказать вам искренние слова благодарности за ваш очень нелегкий труд, за все то, что вы делаете для нашей страны, за то, как вы воспитываете своих детей. Это будущее нашей страны, и вы это будущее сегодня создаете своими руками, своими сердцами. Среди награжденных – Галина Андреевна Матросова. В ее семье воспитываются пять детей. Сегодня ее семья, пускай и не в полном составе, приехали из Норска, Селинджинского района в Благовещенск, чтобы разделить вместе со своей мамой ее праздничный день. Галина Андреевна призналась – большая семья была их с мужем мечтой, и у них эта мечта сбылась. А вы знаете, как это интересно? Это весело. А вы знаете, как они нас учат? Не только мы их учим, но и они нас учат, многому учат. Благодаря им я стала намного рассудительнее, спокойнее, уравновешеннее. Встанем и вжжется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Эту песню зал слушал стоя. Она посвящена всем героям спецоперации. Один из таких – Иван Геннадьевич Цевун, погибший на Украине при исполнении служебного долга. В память о 23-летнем парне в его родной школе в селе Короли Октябрьского района открыли мемориальную доску. Звание Героя России указом президента России ему присвоено посмертно. Губернатор отдельно поблагодарил мать Героя Елену Николаевну. 7 марта экипаж танка под Луганском, это населенный пункт «Золотое», выполнял задание. И уничтожили долговременную огневую точку. Их подожгли, они потушили, угнали танк в сторону, потушили его и вернулись к выполнению боевой задачи дальше. Продолжали. И противостояние с пятью танками получилось. Четыре танка они подбили, экипаж. Это Дамир Исламов, Дамир Гелимханов и мой сын Цевун Иван Геннадьевич, механик-водитель. И вот от пятого танка уйти не удалось, к сожалению. За это они получили 25 марта президентом Российской Федерации был приказ о присвоении звания Героя России. В отдельных номинациях поблагодарили мам, которые ведут активный образ жизни и принимают участие в различных общественных мероприятиях. Очень много у нас творческих семей, спортивных семей. Наша самая главная задача рассказать о них, чтобы знали, чтобы эти активности неслись в общество, чтобы у нас больше таких семей становилось. В завершении церемонии все мамы поставили в импровизированный дом зажженные свечи, как символ их материнского тепла, от которого всегда становится уютно и радостно. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Как правильно наносить макияж и ухаживать за кожей рук? Об этом амурчанки серебряного возраста узнали на мастер-классе «День красоты». Его провели в преддверии празднования Дня матери. На красивой и полезной встрече был и корреспондент Амурского областного. Я делаю вот такие движения. Сначала промокнуло, а потом уже вкручивающее движение. Основам макияжа пожилых амурчанок учат уже второй год. Нанести румяна и подчеркнуть яркий взгляд пришла 59-летняя жительница Благовещенская Ирина Николаева. Для нее такой опыт не первый. Женщина стремится выглядеть, как говорится, на все сто. И регулярно посещает такие встречи. В этом году, кроме таблетки красоты, Ирина получила еще и полезную информацию по уходу за руками. Я пришла для того, чтобы узнать новое по уходу за руками. Какие существуют системы ухода за руками. В какой последовательности нужно сделать эти процедуры. Аналогично, а то же самое можно сказать по уходу за лицом. Конечно, я еще, если будут такие занятия, буду приходить с удовольствием еще. Женщинам серебряного возраста помогла преобразиться и выглядеть элегантнее приглашенный визажист Алена Сидоренко. Жительница Благовещенска отмечает, главный секрет красоты – любить и быть в гармонии с собой. А правильно подобранные кисть, косметика и грамотный контуринг позволят скорректировать рельеф лица, отвлечь внимание от его недостатков и подчеркнуть достоинства. Так, индивидуальные рекомендации получили более 20 амурчанок. Я считаю, что я в своей работе, всей своей жизнью делаю миссию, выполняю, точнее, миссию, чтобы помочь женщинам стать счастливее через красоту внешнюю. Потому что у нас, это у девочек все завязано. Новый макияж, новая одежда, новые брошечки нам уже веселей. А мы, женщины, ведь волшебницы, поэтому если мы будем в таком добром, радостном спокойствии, мы можем даже изменить мир в лучшую сторону. Организовал красивый день для пожилых амурчанок отряд серебряных волонтеров Благовещенска. Акцию проводят второй год. Формат проведения в 2022-м поменялся. Помимо макияжа, Благовещенки узнали об уходе за кожей рук и научились вязать шарфы. День красоты организаторы планируют проводить чаще. Форматы проведения различные, но стараемся, вот сейчас договорились перед началом, что такие встречи мы будем проводить, ну, наверное, раз в два месяца. То есть у нас такие встречи, когда девчонки рассказывают, что сделать так, чтобы выглядеть более элегантно. Подобные акции движения проводят регулярно. Зарядка для ума, каникулы серебро и новогодние подарки каждый год радуют благовещенцев. Кроме того, серебряные волонтеры трудятся в детских домах и интернатах, участвуют в образовательных мероприятиях и форумах, а также помогают в организации спортивных событий. Евгения Хмелева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Благовещенские мамы присоединились ко всероссийской акции. В честь Дня матери молодежка Общероссийского народного фронта по всей стране проводит кулинарные мастер-классы. В них принимают участие многодетные женщины и те, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции. У нас был список мобилизованных и многодетных есть семей, кто обращался в центр поддержки, получается. И мы по нему приглашали, и кто изъявил желание, тот и принимает участие. В мастер-классе приняли участие не только мамы, но и дети. Все они узнали технологию изготовления капкейков, а от самого первого этапа – замешивание теста до финального украшения кексов. Обучение проводил профессиональный повар-преподаватель Амурского колледжа сервиса и торговли. Площадка – кухня, где расположены сразу несколько рабочих мест, кстати, соответствует стандартам WorldSkills. Здесь проводят чемпионаты в компетенции поварское дело. В Амурской области планируется построить три новые школы. Две из них сдадут в эксплуатацию в следующем году. Об этом губернатор Василий Орлов доложил на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Объекты возводят по нацпроекту образования. В 2023 году должны открыть две на полторы тысячи мест в Благовещенске и на 165 в Акимчане. Еще одну на 528 мест возведут в Свободном. Здесь проектную документацию корректировали с учетом климатических и сейсмических условий. Ориентировочная стоимость строительства и оснащения – более миллиарда рублей. 477 миллионов из которых – средства федерального бюджета. Остальные предусматриваются в областном и местном бюджетах. Подрядчика планирует определить до 1 декабря и приступить к работам в следующем году. Сдать объект запланировано в 2024. В Преамурье более чем в два раза сократилась очередь многодетных семей на получение земельных участков в 2022 году. Как было отмечено на совещании, которое прошло в правительстве области, это стало возможным благодаря слаженной работе глав муниципальных образований и специалистов их отделов, которые работают непосредственно с многодетными семьями. На сегодняшний день очередь сохраняется в четырех муниципалитетах – Благовещенске, Белогорске, Свободном и Тынде, а также в Благовещенском районе. Работа по обеспечению многодетных семей земельными участками и выдаче сертификатов будет продолжена в следующем году. Бесплатные наделы будут не только показывать на бумаге, но и организовывать выезды на место, обеспечивая потенциальных получателей транспортом. Такая практика позволяет семье увидеть земельный участок наглядно и тогда уже принимать решения. Священный Байкал стал ближе. Коллектив «Теска» самого большого озера в мире выступил на торжественном закрытии 12-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. «Гости» – профессиональная команда, известная не только в нашей стране, но и за рубежом. Погрузили амурских зрителей в традиции своего народа через легенды, танцы, яркие костюмы и песни, в том числе современные. Наш корреспондент Екатерина Талалай выбрала самые яркие моменты. Азиатские мотивы, колоритные костюмы, национальные танцы и полное покружение зрителя в традиции древнего народа. Такую задачу поставили гости из Улан-Удэ, коллектив федерального уровня, Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал». Мы в Благовещенске последний раз выступали, когда театр был еще ансамблем, это был 88-й год. И сегодня, спустя 34 года, мы, конечно же, хотим рассказать зрителям Амурской области о том, насколько изменился наш театр. Мы хотим хоть как-то в эти полтора часа вместить наш обширный репертуар, не только национальную культуру нашего народа, но и другие грани творчества нашего театра. Мифы и легенды о жителях священного Байкала органично вписались в творческие номера. Движения и костюмы артистов воплощали озерных птиц. Звучание народных инструментов напоминало дуновение ветра. Кстати, этой стихии посвятили целую песню без слов. Номер символично называется «Песень ветра». Ее исполнила заслуженная артистка Бурятии Нелли Роднаева. Впрочем, за пределами республики музыканты, вокалисты и танцоры театра песни и танца Байкал также довольно известны. Балет коллектива пять лет назад победил в всероссийском шоу одного из федеральных телеканалов. Став лучшими в стране, выиграли сертификат на один миллион рублей. Тот самый триумфальный танец воочию увидели зрители Амурской филармонии. Этот номер стал лидером национального зрительского голосования. Россиянам пришелся по душе танец, сочетающий в себе различные стили. Балет, вок, хип-хоп. Не только песни, танцы и музыка, но и мир национальной моды Бурятии во время концерта показали целое дефиле. Следующая пара демонстрирует нам летний вариант одежды и хиритов, которые проживают на западной стороне Байкала, а также в Баргузинском и Трумканском районах. Программа театра песни и танца «Байкал» стала яркой точкой и завершающим мероприятием 12-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Всего же в ее рамках было проведено более 50 событий, в том числе концерты, творческие мастерские, выставки, онлайн-встречи, а также мастер-классы, лекции и тематические экскурсии. Международный традиционный фестиваль российско-китайской ярмарки культуры и искусства в этом году проходит уже в 12-й раз. И во втором десятилетии этого фестиваля мы решили наполнить его новым направлением. Это направление называется «Регион-гость». Он реализуется второй год, и в этом году регионом-гостем стала Республика Бурятия. В этом году 12-й международный фестиваль российско-китайской ярмарки культуры и искусства значительно расширил свои временные рамки. Старт мероприятиям был дан еще 1 июня. Яркий финал состоялся в конце ноября, сделав загадочную и самобытную бурятию для амурского зрителя понятнее и ближе. Екатерина Талалай, Амурское областное телевидение. Амурские лесхозы приступили к заготовке новогодних хвойных деревьев. В центральных и южных районах области праздничное настроение создадут в основном сосны, на севере – ели. Продажа хвойных деревьев начнется с середины декабря в Архаринском, Благовещенском, Зейском, Мазановском, Тындинском и других лесхозах. Цена будет зависеть от высоты ели, степени пушистости, а также породы. На территории Госвесфонда будет заготовлено порядка 10 тысяч штук деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Это составляет 40% от общей потребности области. Заготовка елей новогодних будет производиться на территориях, там, где не требуется сохранение лесных насаждений. Это строительство линии электропередач вдоль дорог, вдоль минерализированных дорог, то есть в местах, где не требуется сохранение подросток. Кроме лесхозов, заготовку деревьев к празднику ведут предприниматели. Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности области уже заключено 15 договоров купли-продажи лесных насаждений. За заготовку новогодних елей, их перевозку избыт. Без разрешительных документов предусмотрена уголовная ответственность, если нанесенный ущерб больше 5000 рублей. На этом выпуск завершен. Корреспондент Амурского областного продолжает следить за развитием событий. Подробнее в следующих выпусках в эфире Амурского областного. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова